И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька. Я сегодня записываю новый ролик по нашему тоже мульту. Он уже набирает у нас третьего воронта, аккаунт у нас армии, на котором мы все вместе с вами тоже играли. Сегодня у нас первый день скидочек. Поставим сегодня на прокачку. Ну как поставим? Прокачаем сегодня три пушки целых и один корпус до М2 для третьего воронта. Я думаю, что это очень-таки круто. Ну и постараемся выиграть сегодня вот такой вот боёчек. У меня на аккаунте имеется 500 целых тысяч кристаллов. Очень-таки большая сумма у меня накопилась, так как с контейнера у меня одного тоже неплохо-таки выпало. Упало мне с контейнера 300 тысяч кристаллов, что мне и дало такой огромнейший плюс, чтобы я мог себе прокачать аж три пушки. Хотя мне там, в принципе, их докачивать не так много и не надо. Поэтому сегодня мы эти три пушки докачаем, докачаем ещё один корпус. Ну и, в принципе, в этом плане будет у нас уже целых три пушечки. На этих трёх пушках, я думаю, что можно будет неплохо-таки развиться. Это у нас будет Гром, Смака и Фриз. Что касаемо Фриза, то это именно-таки пушка у нас для, я бы сказал, Джаггернаута. Что касаемо Грома и Смаки, то это пушки дальнего боя и можно будет на них поиграть, например, вот в таких каточках в ТДМке. Хотя Фриз, мне кажется, что даже Фриз бы в таких катках, в принципе, не уступал ничем. Безусловно, ребят, также, если вы захотите, пишите по этому поводу в комментарии, хотите ли вы, чтобы я сделал именно-таки тест данных фул пушек, то есть Грома, Фриза и Смаки на данном аккаунте. Если вам это интересно, то обязательно отпишите по этому поводу в комментарии. Ну и, конечно, поставьте лайк данному ролику за именно такие-таки жёсткие нагибаторские прокачки. Ну а чё, я буду разговаривать, давайте уже перейдём именно-таки к прокачке. Фриз у нас качан был на 7 шагов, докачиваем его до 10-го, ускоряем 9-й. На 10-й ставим на прокачку, ну и, конечно же, последний шаг мы не ускоряем, дабы сэкономить целых 12 тысяч кристаллов, всё равно у нас через 2 дня будет уже данная пушка на фул прокачена. Также мы делаем со смокой, она у нас, кстати, прокачивается немножко-таки подороже, так как вон у нас сколько ускорить фриз. А, нет, такая же самая стоимость, чё я тут рассказываю, такая же самая стоимость и так же самому прокачиваем Грома. Да, у нас было 450, если не ошибаюсь, тысяч кристаллов, уже целых, сколько у нас тысяч кристаллов улетело? 150 тысяч кристаллов у нас улетело на 3 пушки, хотя у нас они уже были выкачаны по 7 шагов. Ну и, конечно же, для этого всего надо ещё докачать Викинга. Что может быть лучше Викинга М2 на третьем воронте? Так, мне сразу выскакивает табличка, убираем эту табличку, прокачиваем 9 и 10 шаг мы тоже ставим. На это всё дело, на всё это у нас прекрасное дело ушло почти 250 тысяч кристаллов, большая конкретная сумма. Ну, я думаю, что это того будет стоить. И эти именно-таки нагибаторские 3 пушки мне дадут определённый рост, не только в катках матчмейкинга, но и, может, что-нибудь годное мы ещё на этом аккаунте тоже пограбим в ближайшее время. Не знаю, получится у нас это сделать или нет. Ну, а, в принципе, сейчас для этого аккаунта, я думаю, что всё уже прокачано, что нужно. Три пушки есть, один корпус самый лучший у нас тоже имеется. Единственное, что можно было бы сделать, так это сейчас ещё подвыкачать модули, но, в принципе, по этому поводу я не вижу вообще смысла прокачивать именно-таки М1 модули. Дождёмся, ребят, выхода именно-таки комплектов с М2 вооружением. Например, это у нас будет либо там Жига, либо ещё что-либо. Не знаю, что там у нас будет выходить. Всё, конечно, тоже будет зависеть от меры открывания именно по званию. Что нам будет по нашему диапазону доступно, то мы, в принципе, и будем покупать. Но пока, в принципе, трёх пушек мне должно быть предостаточно. Я даже думаю, что это больше, чем надо, но есть выбор. А когда есть выбор, это, конечно же, круто. Так, что у нас касаемо тут каточки? Кунгур ТДМ, 50 на 31 килл мы ведём. Довольно-таки простой, я так думаю, бой. Ничего тут такого сверху удивительного не будет. Ну а что касаемо именно-таки данного аккаунта, то роликов у нас по данному аккаунту выходит мало. Поэтому, если вы, ребят, как я уже сказал, хотите, чтобы по данному аккаунту у нас появлялось как можно больше роликов. И вообще, в принципе, записывались какие-нибудь, может, даже рубрики на стримах по данному аккаунту с игроками тоже армии нашей всей любимой нагибаторской. То, может быть, по этому поводу тоже отпишите в комментарии. Если вы хотите что-то подобного рода, то будем думать, будем что-то новое устраивать, что-то делать. Если у кого-то даже есть какие-то определённые идеи, то обязательно их отпишите, все комментарии прочитаем. Ну и, конечно, оценю, если там будет какая-нибудь здравая, такая интересная идейка по этому поводу. Так, ну а что касаемо именно таких 200 тысяч кристаллов, это довольно-таки большая сумма, которая, в принципе, в дальнейшем пойдёт у нас на покупку новых комплектов. Хотя, не знаю, если честно, какой комплект мы будем следующий покупать. Возможно, это будет комплект с Изидой М2, так как с Фризом М2 я точно покупать не буду. Фриз у нас уже качан с М1 до М2, который мы сегодня, в принципе, уже и докачали. Поэтому, единственное, это, наверное, будет покупать комплект с Изидой, либо же покупать тогда уже комплект Васпожига. Есть у нас такой комплект, но он выходит у нас очень-таки на больших званиях. Поэтому, не знаю, ребят, если честно, будем думать по этому поводу, что будем делать. Что вы, ребят, вообще советуете прокачивать мне на данном аккаунте следующее? Может, какой комплект покупать? Может, вообще, в принципе, оставлять кристаллы? Это было бы разумным, а не тратить их на какие-то комплекты. Хотя, вот, если смотреть именно вот данные комплекты, которые у нас М2 вышли на этой неделе, то я бы вообще, в принципе, не выделял бы ничего. Ну, что у нас? Это Камар Васпорельса. Ну, это такой себе комплект. Дико Твинс. Ну, вот, единственное, разве что Дико Твинса можно было бы взять. Ну, и то. У нас уже Викинг качан до М2. Покупать при этом всём раскладе себе Диктатора. Не знаю, было бы это разумно или не было бы это разумно делать. В принципе, по этому поводу, ребят, тоже можете отписать в комментариях. В принципе, всё это дело можем с вами обсудить именно Тепита. Так, давайте посмотрим, что у нас по контейнерам. Контейнеров у нас нету, поэтому это очень-таки плохо. Сегодня мы тут контейнеры не откроем, хотя я думал, что можно было бы что-то годное открыть. Ну, и тогда, 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 что я хотел ещё посмотреть. Викинг у нас докачается через 4 дня. А что касаемо пушек, то они у нас будут доступны тоже через 4 дня. Хотя фриз у нас будет доступен через 2. Какое-то странное, странное такое распределение, я бы сказал. Почему именно-таки фриз через 2 дня, а смоки с граммом через 4 у нас будет доступно. Ну, ладно. На этом, ребят, будет заканчивать с данным роликом. Если вам понравилось, то обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал, если вы ещё не подписаны. Также, ребят, подписывайтесь на группу ВК, ссылочка на которой будет в описании. В которой также, также у нас сейчас проходит масштабный конкурс на контейнеры, золотые ящики и много ещё чего интересного. Там у нас ещё добавления в друзья, подарки всякие различные. Поэтому, ребят, обязательно переходите по ссылке в описании и выполняйте условия. Итоги у нас этого конкурса будет на 4000 подписок. Я думаю, что совсем скоро мы данную цифру наберём и сделаем данный розыгрыш. Ну и, в принципе, на этом всё. Если вам понравился данный ролик, то, как я уже сказал, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Также нажмите на колокольчик. Ну, с вами был мистер Ванька. Всем удачи и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok